Это итоговая программа «День за днём». Мы будем говорить о том, какой след в истории края жизни Ставропольцев оставила минувшая неделя. В студии Леонид Нечапуренко. Здравствуйте! Вот основные темы сегодняшнего выпуска. Выбирать нельзя назначить. Где поставить запятую в вопросе о принципах местного Ставропольского самоуправления? Отставки продолжаются. Последствия убийства в Минеральных водах уже коснулись ряда руководителей, а могут затронуть и всех любителей выпить. Кого не радует близость Нового года? Чиновники и строители замешкались с реализацией программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Получится ли их поторопить? Все репортеры в гости к нам. Лучшие телевизионщики российских регионов мерились с творческими силами в Пятигорске на премии ТЭФИ. Обычно подведение итогов недели начинают с политики. И не всегда это бывает оправдано. Но в этот раз минувшая семидневка принесла новость, которая способна непосредственным образом повлиять на жизнь ставропольцев в каждом городе, райцентре, небольшом поселке или хуторе. В регионе может появиться единая система муниципального управления. Законопроект, подготовленный депутатами Краевой Думы и одобренный исполнительной властью края, предусматривает, что во всех районах и городах Ставрополя будет действовать одна и та же управленческая схема. С главой муниципального образования выбираемого из числа местных депутатов и главой администрации, назначаемым на конкурсной основе. Документ уже утвердили на заседании профильного комитета. Там же объяснили, почему с точки зрения присутствующих главных муниципальных управленцев лучше все-таки назначать, а не выбирать. Пожалуй, главное изменение, предусмотренное в документе – отмена прямых выборов мэров там, где они еще сохранились. Во всех городах и районах будет действовать система управления, которая сейчас работает в Ставрополе и некоторых других муниципалитетах. Главу района или города выбирают из своего числа местные депутаты. Он больше сосредоточен на представительских функциях. Главу администрации назначают по результатам конкурса. Именно этот человек занимается кадровыми, хозяйственными, земельными делами. Так что лучше – выбирать или назначать местных управленцев? Этот вопрос не мог не вызвать дискуссию. Проходило ли вообще какое-то выяснение мнения непосредственно населения касательно системы выборов глав? Вы прекрасно понимаете, что вопросы управления территорией, они всегда имеют две крайние точки – выборность главы или назначаемость. Здесь даже не бывает середины. И как бы мы с вами не поступили, все равно найдется достаточно большое количество недовольных тем или иным решением. Сторонники позиции «назначать» черпают аргументы в истории Ставрополья. По их мнению, там, где есть прямые выборы, нет порядка. А руководство больше занимается политикой, а не хозяйством. Давайте вспомним, что было в Андроповском районе пять лет тому назад. Нам же невозможно было никому работать, потому что спорили, кто главнее, ругались друг с другом и так далее, и так далее, и так далее. Такие же истории можно приводить и по Кисловодску, и по Пятигорску, и по Ставрополю. Нам надо приходить к решению этих вопросов в русле, который нам дает федеральный закон. Надо этот закон нам принимать, поработаем, посмотрим. На заседании дают слово представителям самих муниципальных образований. И тех, где руководство выбирают, и тех, где уже действует новая система. И практически все единодушны. Закон принимать надо. Железноводск, к сожалению, за последние годы, буквально 4,5 года, пережил 11 избирательных компаний. Из них три компании по выборам главы города. И сама идея выборов каждый раз рождает среди населения, в общем-то, достаточно негативные такие эмоции. И, конечно, жители города очень волнуют, сколько средств уходит на выборы. У нас более 10 миллионов ушло. И для нашего бюджета это очень весомая цифра. В пользу новой системы высказался Совет муниципальных образований края. Его участники считают это лучше, когда у власти профессиональные управленцы, а не профессиональные популисты. Поддерживает проект и губернатор Владимир Владимиров. Глава края считает целесообразными предложенные законопроектом изменения в части формирования представительных органов местного самоуправления, установления порядка избрания глав муниципальных образований, конкурсного замещения должностей глав администрации муниципальных образований на контрактной основе, определения условий переразпределения полномочий между органами местного соуправления и органами государственной власти Ставропольского края. Но окончательное решение за всеми депутатами. Судьбу документа и возможные муниципальные реформы определят голосование на большом заседании Думы. Безусловно, реформа еще вызовет много горячих споров. Слишком уж громко звучит эта фраза. На Ставрополье отменяют прямые мэрские выборы. Всем аргументам за и против еще предстоит прозвучать. Их выскажут во время обсуждения перед голосованием. Пока же можно лишь вспомнить, что практически все последние выборы глав городов на Ставрополье отмечались крайне невысокой активностью избирателей и удручающе низкой явкой. Как правило, не больше 25%. Для сравнения, на последние губернаторские выборы пришла почти половина всех ставропольцев, которые имеют право голоса. Согласитесь, в свете таких цифр выражения прямые мэрские выборы выглядят уже не так пафосно и красиво. Еще одна возможная реформа, о которой объявили на этой неделе, к политике отношения не имеет, но возможно вызовет на порядок больше споров обсуждения критических реплик. Работу питейных заведений на территории ставропольских городов могут ограничить по времени. Такое предложение озвучили на еженедельной планерке в правительстве Ставропольского края. Громкое убийство в минеральных водах, а также общая статистика правонарушений в ночных ресторанах и кафе заставила власти задуматься о крайних мерах – сделать полночные празднества вне закона. Похоже, это уже традиция – начинать утренний разбор полета в правительстве с проблем ЖКХ. Впрочем, в этот раз и повод, кричащий, в жилищно-коммунальной сфере минеральных вод и вправду накопилось немало противоречий. На прошлой неделе Владимир Владимиров проводил здесь прием граждан. И большинство жалоб касалось именно работы коммунальщиков. Правительственная проверка подтвердила – хоть отдельные специалисты и стараются, уровень системной работы стремится к нулю. Слабо налажена обратная связь с жителями, а руководители разных ведомств и главы поселений зачастую не знают друг друга в лицо. Губернатор потребовал – исправлять эти упущения должны уже новые руководители. Встает руководитель филиала, ну в частности Краеводоканала, да, тоже и теплоэнерго в минеральных водах. Встает руководитель поселкового направления, не знают друг друга, они не видели друг друга в лицо. Я, говорит, его на совещании где-то видел и так далее. Раз такое дело идет, начинайте менять руководителей филиалов, потому что все это идет, знаете, от людей. Владимир Владимирович, на следующей неделе объявляем конкурс. Все, и начинаем, и то же самое, приходит руководитель, начинаем все защищать. Это так дело не пойдет, потому что столько вопросов, и у всех одно объяснение, что Ставрополь все забрал. Другого объяснения нет. А то, что они друг друга не видят на работе и не приходят, видимо, на эту работу, это все забывают. Кадровое решение принято и по главе Краевого водоканала, прокомментировал Владимиров. Впрочем, возможные реформы, озвученные на планерке, могут коснуться и тех, кто совершенно далек от политики ЖКХ, а просто любит выпить. Драка в больнице минеральных вод заставила власти задуматься об ограничении работы питейных заведений в крупных городах Ставрополья. Мы тем самым поможем Министерству внутренних тел, вооруженных, хорошей информацией, да, и сами заодно посмотрим на все. Не секрет, что не все у нас могут себе позволить отдыхать в питейных заведениях, а те, кто могут позволить, в совершении ведут, к сожалению, ведут все не отговоры, чтобы оказываться последний случай. Правда, дети не отговоры. Отдельно. Еще о рекордах, но уже со знаком «плюс» говорили, обсуждая сельское хозяйство. Ставропольские аграрии в этом году взяли самую верхнюю планку результативности – 8 миллионов 700 тысяч тонн зерновых за сезон. Это больше, чем в 98-м и 2008-м – предыдущие года рекордсмены. Но и это не предел, уверены в правительстве. Резерв кроется в повышении эффективности работы фермерских хозяйств, а также селекционной работе. Ставропольским ученым под силу вывести такие новые сорта зерна, что урожайность и 10 миллионов тонн сможет превысить. На этой неделе стало ясно, что череда отставок, связанных с убийством в больнице, не закончилась. Подал в отставку прокурор Минераловодского района Иван Афанасов. Эту должность он занимал с 2006 года. А поводом для такого кадрового решения, видимо, послужила служебная проверка по поводу массовой драки в лечебном учреждении. Впрочем, в самой прокуратуре сообщили, что Афанасов уволился по собственному желанию, по выслуге лет. И еще об одной отставке стало известно в пятницу. Свой пост оставил атаман терского казачьего войска Вячеслав Пилипенко. А ведь его выбрали буквально полгода назад. И именно с этой фигурой связывали надежды о том, что кавказское казачество наконец-то обретет стабильность. Официальная формулировка отставки Пилипенко по собственному желанию в связи с болезнью. Так или иначе, терскому войску предстоит очередной период неопределенности, к которому казаки уже, похоже, начинают привыкать. Остается добавить, что по информации Краевого следственного комитета, всем участникам той злополучной массовой драки предъявлено обвинение. Трех человек подозревают в убийстве из хулиганских побуждений, остальных в хулиганстве, повлекшем смерть. О других происшествиях и преступлениях недели расскажет Анна Кривецкая. А начнем рубрику хроника происшествий со страшной аварией, которая унесла жизни пятерых. Сегодня утром в Георгиевском районе на автодороге Пятигорск-Георгиевск в ДТП попали сразу три автомобиля. По предварительной версии, водитель Мерседеса выехал навстречу и столкнулся с Калиной. После произошло второе столкновение с Фордом. В результате пять человек погибли на месте. Водители – три пассажира Калины, а также пассажир Мерседеса. Шофер иномарки получил травмы и был госпитализирован. На момент дорожно-транспортного происшествия на участке автодороги был туман. На месте работают сотрудники госавтоинспекции и специалисты экстренных служб. Обстоятельства происшествия, а также степень ответственности водителя устанавливается. Продолжим хронику противодействия наркомании. В одном из домов Железноводска полицейские обнаружили и изъяли наркотическое вещество, а также несколько кустарников конопли. Хозяин домовладения, неоднократно судимый мужчина, выращивал запрещенные растения в собственном подвале. По данному факту возбуждено уголовное дело. А в Георгиевском районе уничтожили игровые автоматы. Проконтролировали столь зрелищное действие полицейские. Автоматы и компьютерная техника были изъяты в ходе проведения мероприятий по пресечению незаконного игорного бизнеса. Более 200 единиц техники вывезли на полигон и раздавили экскаватором. Организатор и 9 участников преступного сообщества по оказанию платных интимных услуг признаны виновными в совершении ряда преступлений. Остановимся подробнее. Следствием и судом установлено, что еще в 2006 году одна женщина решила организовать в Пятигорске незаконную деятельность по оказанию платных интимных услуг. Для осуществления своих задумок она тщательно отобрала и привлекла к соучастию еще 9 человек. Каждый участник строго выполнял свои функции и получал за это долю. Две группы из них. Первые искали проституток и занимались перевозкой, а вторая отвечала непосредственно за организацию занятием проституцией. В результате преступной деятельности данного сообщества в занятии проституцией были увлечены 13 девушек, из них 4 несовершеннолетние. Приговором суда, организатору и 9 участникам данного преступного сообщества назначено наказание от 7 до 11 лет лишения свободы. Одному из участников назначено условное наказание. На этом хроника происшествий заканчивается. Будьте внимательны до следующей пятницы. Внимательности хочется пожелать и тем чиновникам, что занимаются на Ставрополье программой переселения из ветхого и аварийного жилья. До конца года остались считанные дни, а в новые квартиры переехала лишь треть ставропольцев, чьи дома вошли в программу. Что идет не так, обсуждали на совещании под представительством губернатора Владимира Владимирова. Причины и возможные последствия такого вопиющего отставания от графика в сюжете Алисы Вартазарян. На первом этапе программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, рассчитанной до конца 2014 года, квартиры должны получить 1283 человека. На сегодняшний день расселено только 436. Можно с уверенностью сказать, что еще несколько домов в Есентуках, Кисловодске, в селах Краснокумска и Донское будут вот-вот достроены. В них смогут заселиться еще четыре сотни человек. Что касается остальных, то люди оказались в подвешенном состоянии, как и их дома. Дома под переселение в городах Минеральные воды, поселок Анжиевский, поселок Подкумок и город Невиномыск – 332 человека. Это те дома, которые вызывают опасения. Руководители этих муниципальных образований пришли на совещание и доложили главе края о причинах тормозящих строительства домов. Одна из них – недобросовестные подрядчики. «Подрядчик, кто болел, кто выезжал по пределы страны, где могли его найти». «Судя по фотографии, тут уже скоро она все выгружится обратно начнет. Судя по всему, мне не надо рисовать тут замки, которые я все равно никогда не поверю. Нормальный мне срок, а если по подрядчику проработать вместе с ними вопрос по смене. Но не смене, как мы опять на полгода процедуру затянем, а смене по… Это фактически чрезвычайная ситуация. Люди живут в аварийном жилье, а здесь недостроенный объект». Глава края дал чуткие указания, чтобы как можно скорее на его столе лежали графики с актом ввода в эксплуатацию этих домов. «Мы должны 1 января 2017 года уже не иметь ветхоаварийного жилья, признанного на период 1 января 2012 года». Если эта задача не будет выполнена в срок, то пострадают не только люди, не получившие жилье, но и краевая казна. «И в случае невыполнения наших задач по сегодняшним задачам, мы будем платить примерно 25 миллионов в месяц по возврату в фонд этих средств на каждую квартиру. Вот мы это все посчитали. Ситуация просто сложнейшая, и поэтому в дополнение, что это люди и это главное, но финансовая составляющая будет катастрофическая. Поэтому вот это не выполнить просто нельзя». В больницах края продолжают устанавливать бэби-боксы – специальные контейнеры, где мама, решившая отказаться от своего малыша, может оставить младенца. На этой неделе новинка появилась в Пятигорске, а потом в Буденовске. Мнения по поводу новшества разные. Одни считают, что они помогают спасти жизнь новорожденного. Другие сомневаются, не подтолкнули такие бэби-боксы маму к отказу от ребенка. Кира Рогожина разбиралась в аргументации. Свет, комфортная температура, автоматически блокирующаяся внешняя дверь. В такой вот колыбели созданы все условия, чтобы младенец, оказавшийся ненужным своим родителям, смог выжить и дождаться помощи врачей. Ждать попавшему в бокс малышу недолго – всего полминуты, пока дежурный работник медучреждения получит сигнал и не придет за подкидышем. Сегодня проблема брошенных детей, к сожалению, актуальна и для Ставрополья. Ежегодно через детские дома, закрепленные только за региональным Минздравом, проходит до 50 так называемых отказников. Действительно это актуально. Мы сейчас видим, вот Наталья Санна говорит, что действительно есть брошенные. Брошенные действительно в кустах, помойках. Дети эти имеются. Поэтому мы даем шанс установкой этих бэби-боксов, окон жизни, жизни этим детям. Идея установить в крае бэби-боксы появилась давно. Возможность воплотить ее только сейчас. Установку окон жизни, как их еще называют, инициировала региональная общественная организация «Время Ставрополья». Доброе начинание поддержали краевые власти. Я прежде всего мама. И глядя на своего маленького сынишку, я не могу представить, что где-то есть дети, которые страдают. Которые вместо любви мамы умирают даже или не нужны своим родителям. Поэтому мы начали прорабатывать этот вопрос, чтобы хотя бы эти дети не умирали, а могли получить новую любящую семью. Поддержали все. Не было никого против. Поддержали наше министерство, правительство, уполномоченные по правам ребенка. Поддержали общественные организации. Всего по России функционирует 14 бэби-боксов. У нас в крае Пятигорское окно жизни стало вторым. Первое установили в сентябре в Ставрополе на базе краевой клинической детской больницы. Для коллег телевизионных журналистов ключевые события недели, безусловно, разворачивались в Пятигорске. Здесь прошел финал конкурса «Тэфи-регион». Главная награда для региональных телерыцарей – пера, камеры и микрофона. Как все прошло и кто поборется за главный приз, расскажет Анна Кривецкая. Беседа с федеральными журналистами о журналистике дала четко понять, в чем преимущество региональных телекомпаний. Именно у местных «Акул-пера» есть все возможности говорить людям о людях. Кто еще расскажет зрителю новости близки ему, которые происходят рядом, в том городе, где он живет, отметили жюри на пресс-конференции «Тэфи-региона-2014». В этом году, впрочем, как и всегда, на конкурс прислали много работ – 183. По ряду номинаций было много жарких споров, признаются члены жюри. У меня хорошее впечатление в целом от тех работ, которые я посмотрел. Но больше всего мне понравился задор, энергия какая-то в работах. Это есть. Люди хотят работать, а это значит, все не зря. Всероссийский конкурс «Тэфи-регион» проводится уже в 13-й раз в три этапа. Первый – информационное вещание – прошел накануне в Пятигорске. Следующий этап состоится в ноябре в Сургуте. И финал конкурса, где победители получат статуэтку бронзового «Орфея», пройдет в Сочи. Говоря о том, что работы конкурсантов интересны, жюри «Тэфи-регион» с ожелением отметили низкий уровень профессиональной подготовки журналистов. И это не касается регионального телевидения, поверьте. Это везде. То есть вот столичные университеты, институты, факультеты журналистики, почему-то выходящие оттуда уже не студенты, а выпускники, вот просто оставляют желать очень-очень-очень лучшего. Оставляют желать. То есть мы, как академия, я вот беру на себя смелость, сказать, что будем развивать сейчас образовательные программы очень серьезно. Будет школа «Тэфи», будет студенческий конкурс «Тэфи». А может ли СМИ быть четвертой властью? На этот вопрос попытались ответить телевизионщики вместе с журналистом, депутатом Государственной Думы России Ольгой Тимофеевой. «Мы с вами четвертая власть, если хотим ею быть», – подытожила она. Ведь именно с помощью журналистики можно влиять на умы людей. Поэтому главное качество регионального журналиста – это социальная ответственность. Проверены факты и, как следствие, рейтинг доверия. Рейтинг доверия к тебе, к журналисту, для региональщика, наверное, это первое. Потому что в Москве, когда кто-то сделает сюжет, его не увидят. Я смотрю, ну, господи, в Старопольском крае, там что-то случилось. Да я ж там была, там такого не было. Я не найду этого журналиста никогда, даже если он собрал. Но если я хожу по этим улицам, и тебя завтра встречают, говорят, а зачем ты собрала в эфире, наверное, тебе после этого они поверят, но никогда. Участница конкурса, редактор Хабаровских новостей Наталья Курченкова рассказала, что ТЭФ-регион – это отличная возможность, как говорится, себя показать и на других посмотреть. А после составить общую картину того, как живут СМИ в разных регионах и как они делают новости. Я вообще считаю, что за региональным телевидением будущее, потому что именно он ближе к народу, к своему населению. Этих вас знают в лицо, вы ходите на улицах, вы видите это все, и вы ближе к народу. Как журналист. И не взлетая так высоко, вы можете решать более насущные и частные проблемы. Светлана Попова представляет крупнейший телевизионный измеритель рейтингов по различным параметрам. Специалист отметила, что несмотря на сложную среду, в региональном телевидении появляются новые форматы. Казалось бы, локальное телевидение не обладает таким количеством ресурсов и денег, и человеческого ресурса, и студий. Но при этом они умудряются сделать что-то такое свое, узнаваемое, и это очень приятно. Получив весомый багаж информации, все участники отправились на долгожданную церемонию награждения финалистов Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФ-регион-2014». В своем приветственном слове организаторы подчеркнули, что город, где с минуты на минуту объявят финалистов конкурса, выбрали не случайно. Символично, что журналистов, как паломников, сегодня принесло суда к Лермонтову. Конечно, деятельность журналистов довольно часто далека от поэзии. Но мы все-таки гордимся тем, что внутри журналистское сердце очень похоже на сердце поэта. Оно чувствует справедливость и несправедливость, правду и неправду. Из года в год «ТЭФ-регион» помогает заявить о себе региональным телекомпаниям. И действительно значимо, что в этот раз престижный телевизионный конкурс собрал профессионалов своего дела на Ставрополье, кузнецы кадров. Все-таки Ставропольская земля, она богата не только тем, что знаменитой, не только тем, что у нас много зерна и много минеральной воды. У нас под нашим южным солнцем, на нашем курортном воздухе отлично процветают любые творческие замыслы. Поэтому добро пожаловать на Ставрополье. Немного о награде. Статуэтка представляет персонаж древнегреческой мифологии, певца и музыканта Орфея. Он разрывает грудь и играет на струнах своей души. Скульптор Эрнс Неизвестный. За главный приз в этом году борются 71 телекомпания из 48 городов России. Итак, в финал конкурса направление информационное телевещание вышли телекомпании Красноярска, Кирова, Петербурга и Москвы, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Сургута, Томска, Уфы, Саратова, Ханты-Мансийска и Катеринбурга, Абакана, Новосибирска и Краснодара. Мы не первый раз участвуем в ТЭФе. Мы не первый раз выходим в полуфинал. Но, к сожалению, до финала не доходили еще ни разу. Будем надеяться, что это 13-я церемония. Пусть не счастливое число, но будет для нас счастливой. Очень круто быть журналистом именно в регионе, быть журналистом в своем городе. Да, мы, может быть, чем-то подражаем федеральным телеканалам, федеральным ведущим или корам. Но очень здорово, когда вот это все, это твоя семья, и ты здесь растешь, ты об этом рассказываешь, ты это знаешь. А следующий этап конкурса ТЭФе «Регион-2014» пройдет в Сургуте по направлению просветительское и развлекательное телевещание, после которого уже на Черноморском побережье объявят победителей. В Думе Ставропольского края на этой неделе можно было заглянуть в будущее региональной науки. Лучшие молодые ученые, экспериментаторы и изобретатели собрались на церемонию награждения участников конкурса «Умник-2014». Каждый из них пришел к успеху по-своему. Одни придумали космических роботов, другие – оригинальные добавки для колбасы, третьи – технологию выращивания молодых цыплят. Но объединяет их одно – все молодые дарования используют свои пытливые умы для того, чтобы сделать жизнь лучше, легче и приятнее. Давайте же тоже заглянем в это безмятежное будущее. Пока эти маленькие терминаторы доставляют скорее эстетическое, нежели практическое удовольствие. Синхронно двигаются, забавно танцуют и вообще эффектно выглядят. А вот их коллега под названием «Ваня-2030», больше похожий на небольшой белый трактор, уже готовится к важной миссии – отправке в 2030 году на Луну. «Робот, 3D-принтер, который будет передвигаться по поверхности Луны и забирать ковшом лунный грунт и из этого лунного грунта делать любого рода детали, модули». Путь к сердцу тех, кто предпочитает более приземленные ценности, искали через желудок. Котлеты, приготовленные по секретному рецепту студентов из КФУ, в замороженном виде сохраняются в несколько раз дольше обычных. К тому же, благодаря особым добавкам, кстати, абсолютно натуральным, они полезные и очень вкусные. «А можете? Ну, просто мы сами пока не будем рисковать, кусочек попробовать, а мы уж после вас». «Ну что вы так рады, что давай девочки? Мне уже пробовали сегодня, так что не страшно». «Нет, нет, мы хотим проконтролировать процесс. Ну и как ощущения?» «Очень даже вкусно». Вкусным должно оказаться и мясо цыплят-бройлеров, которых, следуя идее студентов с ГАУ, следует выращивать по абсолютно новой технологии. «Мы разработали и усовершенствовали объективную оценку качества суточных цыплят-бройлеров, которые позволяют на начальном этапе определить его качество и уже в дальнейшем адаптировать для него технологию выращивания самому. То есть это такой дарвинизм цыплячий. Вы определяете, какой цыпленок тянет программу, какой слабенький? «В принципе, да, совершенно правильно». Обычно в этих креслах сидят депутаты Краевой Думы. Сейчас их заменили лучшие студенты региона. И общий уровень интеллекта присутствующих от этого вряд ли понизился. Думцы обращаются к собеседникам как к равным. И, видимо, по привычке много говорят о политике. «У нас несколько фракций в Думе, в том числе фракция «Самая крупная партия Единая Россия», фракция «Справедливая Россия». Теперь есть еще одна фракция. Мы ее назовем «Счастливая Россия». Именно вы – это «Счастливая Россия», «Счастливая Ставрополье». Именно вы – наше будущее. Победители получили средства на реализацию своих проектов, чтобы содержание научных докладов стало частью реальной жизни. Это значит, что послушные роботы, полезные котлеты и другие технологические новинки скоро придут и в ваш дом. Скоро северокавказские реки и озера будут, как и прежде, кишить форелью. В последние годы численность так называемой «царской рыбы» существенно сократили браконьеры. Но теперь все должно измениться. В Карачаево-Черкесии создали искусственный водоем для поддержания численности речной форели. Юлия Баженова отправилась на его открытие. Любой живущий человек на территории Ганачхирского ущелья знает, что совсем недавно здесь был заброшен водоем. Сегодня, признаются старожилы, он значительно преобразился. Расчищены дно и берега, огорожены благоустроенной территорией. Реализовала экологический проект компания «Русгидро» и «Тибердинский государственный природный заповедник», расположенный на юге Карачаева-Черкесии. Мы ее расширили, почистили, благоустроили, сделали заборчик, провели освещение, провели такую определенную работу. Основная цель – это пополнение водных биоресурсов в наших природных территориях, в том числе «Тибердинского заповедника», в частности «Тибердинского заповедника». Форель – рыба царская, относится к роду лососевых. За ней любят поохотиться бараконьеры в реках Кубани, Тиберда, Зеленчук. Новые жители водоема – редкий, занесенный в Красную книгу вид речной форели. Именно сюда привезли из Кисловодска первых и главных заселенцев – 220 килограммов малька. Один такой малек весит 30-40 граммов, но через год она вырастет уже на 20 сантиметров и будет весить примерно 200 граммов. Сейчас происходит заселение рыбы в новый дом, это искусственно созданный водоем, поэтому мы не будем мучить рыбу и пустим ее в свободное плавание. Плыви, рыбка! Для мальков созданы все условия, ведь этот вид форели живет только в кристально чистой пресной воде. Мы сделали очень большое, хорошее дело. Запустили 220 килограммов малька в ущелье Ганачкир, с чем вас всех и поздравляю. Спасибо спонсору Росгидро, который всегда поддерживает нас в просветлении Росгидро и Тибердинскому заповеднику. В тесном тандеме Тибердинский заповедник и Росгидро начали работать с 2012 года. Тогда разработали экологический проект и построили здесь питомник для речной Кавказской выдры. Самца и самку привезли из Ленинградской области. Сегодня они отлично прижились, рассказывает заведующий вольерным комплексом заповедника Расул Джамаев. Правда, такое количество посетителей их напугало. Оператор с трудом поймал их в кадр. Кстати, любимая еда речной выдры – это как раз-таки форель. Это, конечно, очень важно, потому что она же и выдры будет деликатно, и все время в достатке. Так, когда выращиваешь, все равно хорошо, чтобы все животные тоже сыты, нормально. То есть свое всегда лучше? Конечно. Это уже и чисто экологически, и по всем этим нормально получается. Одним из приоритетных направлений совместного проекта Тибердинского заповедника и Русгидра является сохранение и увеличение численности Кавказской выдры. Это животное, кстати, является редким и занесено в Красную книгу России. Вообще, проект будет продолжаться. Я думаю, что расширяться будет сам вольер, облагораживаться. Территория его будет увеличиваться. Мы же надеемся на потомство. Также активно будет развиваться проект по увеличению в горных реках популяции форели. Организаторы уверены – это лишь первый шаг в большом экологическом деле и уверенная заявка на постоянство. Ну и закончить хотелось бы хорошей новостью. Эти выходные для всех россиян получатся на час длиннее обычных. В ночь суббота на воскресенье, а если быть точнее, то в 2 часа ночи стрелки следует перевести назад, чтобы получился час. Ну, если никаких особенных планов на эту ночь у вас нет, то можно совершить подобную манипуляцию утром в воскресенье, когда проснетесь. А для тех, кто сомневается, как повлияет этот переход на состояние здоровья и настроение людей, сюжет наших кавминводских коллег. Перевод часов большинство людей восприняли положительно. Теперь у них появится чуть больше времени, чтобы поспать, собраться на работу, отвезти ребенка в школу. У меня сова, я люблю поспать, для меня это тоже хорошо. Отлично пожилой человек, я плохо спал всегда, там что-то у меня как-то прерывы были. А сейчас, я думаю, что даже не на час, наверное, надо было часа на два перевести, чтобы вернуть прежнее время. К переводу времени относилась очень положительно, ждала его очень долго, и считаю, что перевели и все, и больше трогать его не стоит. Я очень хорошо отношусь, потому что вообще считаю, что нужно перевести на два часа, потому что мы сейчас отстаем от вселенского времени именно на два часа. Мы тогда будем высыпаться и в школу не ходить. Чуть пораньше будем, ой, чуть попозже будем в школу ходить. Можно будет тогда дольше сидеть до ночи. Часы нужно переводить назад. У меня двое внучек, одна в садик, одна в школу ходит в первый класс. Этот час очень важен. Однако не все граждане согласны с переменами во времени. Для стариков это очень плохо, конечно. И будут ждать долго, когда белый свет выйдет. Лучше не надо переводить на час. В школу раньше пойдешь и со школы раньше уйдешь. Вы знаете, как взрослые люди, взрослые люди, всегда они тяжело переносят это. Мнения разные, но по большому счету переход на зимнее время – это приближение к природным биологическим часам. Это та естественная гармония, которая благотворно влияет на состояние здоровья и работоспособность людей. С момента перевода стрелок на час назад мы станем на час ближе к астрономическому европейскому времени. С экономической точки зрения тоже есть своя выгода. Это значительно сберегает энергоресурсы и денежные средства. Говорят, счастливые часов не наблюдают, поэтому мне остается пожелать, чтобы у вас было так же день за днем. С вами был Леонид Нечапуренко. До свидания и всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok